Привет, здравствуйте! Меня зовут Семен, Семен Иванов. Здравствуйте, папа. Я вместе с Феликсом. Я знаю, чуть-чуть говорить по-русски. Просто я не чувствую себя удобно, чтобы говорить Слово Божие, потому что очень много должен думать слова и все попытается. Об этом я вижу всего вас. Давайте начнем. Мы прочитаем только одно место в Новом Завете. Матвея. Матвея, 14 глава, 13 стих. И, услышав Иисус, удалился оттуда на лодке пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. Этим утром Феликс там говорила «Дети Божьих». Мы все те, которые приняли эту весть о спасении. это не дано было людьми это было не дано через волю наших родителей это было дано нашим отцом который на небесах вчера я с некоторыми из вас разговаривал и мы говорили о вот этой форме форме следования за иисусом мы говорили о том что будучи детьми божьими достаточно всего лишь просто идти для того чтобы он уже был в нашей жизни и сегодня мне хотелось бы как раз поговорить об этой об этом способе следования говорится что сын человек божий он не следует видеть но он говорит но он ходит вверх и вот в этом месте в библии который мы сейчас прочтем много лет назад назвал это место одним именем я назвал это место библии фабрикой веры давайте начнем читать и мы увидим как бог нас обучает иметь веру история в 14 главе начинается она начинается с рассказа о смерти и он крестителя и заканчивая разговор об этом иисус рассказывает эти то что он рассказал я думаю что для него этот момент я думаю что в этот момент иисусу было очень трудно потому что он потерял друга он потерял этого божьего служителя велик и значимый человек в божьем плане и если мы вспомним говорится что не было большего пророка чем его креститель но иисус все равно должен был продолжать исполнить план отца иисус должен был сделать еще шаг и говорится что он пришел в одно место пустынное и это очень хорошее место для детей божьих и люди божьи, те которые любят Бога нам не нравится эта пустыня мне нравится быть здесь в тепле мне нравится позавтракать мне нравится где-то отдохнуть в комнате мне нравится наслаждаться общением с женой и ребенком быть, находиться с друзьями, с сестрами, с братьями мне нравится получать помощь от моих старших братьев когда я вижу себя в какой-то трудной ситуации когда мои колени ослабевают и мне не нравится быть в пустыне не нравится быть отдельным и давайте посмотрим в Слове Божье что оказывается это одно из самых лучших мест в котором может находиться христианин место, которое больше всего дает благословение для души дает больше всего благодати для сердца, которое любит Бога конечно сердце должно любить Бога больше всего если сердце не любит больше превыше всего остального тогда пустыня становится самым ужасным местом на земле в Евангелии от Луки то, что мы говорили о благословении это последняя история которую нам рассказал Иисус в первой истории говорится о пастыре который идет за потерянными овцами знаете где он оставляет 99? знаете где? в пустыне да, в пустыне он оставляет в пустыне вы думаете, пастырь ошибается, поступает таким образом? вы думаете, что отец делает огромную ошибку, позволяя детям Божьим проходить пустыню? я буду как тебе да или нет? конечно, он не делает, не совершает ошибок Бог он совершенен Бог он всемогущ Бог все знаешь и он не ошибается он не человек для того, чтобы ему раскаяться он знает в каждой ситуации, в каждый момент что лучше для каждого из нас и в истории говорится, что люди услышали, что Иисус пошел в отдельное, в отдаленное место, в пустыню и побежали за ними и это очень напоминает нашу собственную жизнь мы слышали об Иисусе нам говорили и мы ничего не знали про Иисус еще мы, может быть, видели какие-то примеры в людях, которые были вокруг нас это интересно, потому что мою встречу с Богом, первый раз, не было в ретро и если ты думаешь о своих прошедших годах ты заметишь, что в твоей жизни возможно с Богом они остались в прошлом я помню однажды на собрании женском я был единственный мужчина я был просто наполнен с всякими проблемами и привела меня туда одна знакома моего отца и я пришел и сел, и они все начали на языках молиться и я узнал, где я и хотел убежать и многие лет спустя я пришел в ретро, приехал и узнал по полной лица Иисуса но это был какой-то опыт в моей жизни, просто часть Бог позволяет, чтобы его дети вместе с собой они несли его присутствие туда, где они идут и Сын Божий сделал то же самое он пошел в одно удаленное место в пустыне люди пошли за ним и говорится, что Иисус почувствовал жальность над людьми он жальность и это сердце Божье сердце Божье оно жалостное и прощение и прощение это одна из первых его опций самая одна из основных мыслей, которые есть в сердце Бога это простить и наполненный вот этим милосердием он исцелил всех, кто находился там, кто были больны и говорится в Библии что Бог знает мысли людей он знает мысли о каждом ему известны планы о каждом на добро я болгарский, испанский Бог желание и мысли Бога для людей всегда на добро когда Иисус родился в Кислях говорится, что пастухи, которые пасли там овец они увидели, что небеса открылись и вот эти существа небесные они пели просто песни и они говорили благая весть для людей это есть мысли Божьи поэтому он имел это сожаление для людей к людям и это сострадание благодаря этому состраданию мы сегодня с тобой здесь потому что в своей душе, в своем духе мы были больны и он нас исцелил и говорится, что наступила ночь закончился день ушло солнце все уже не так жарко стало и начинали приходить какие-то ситуации, которые были неприятны и его ученики подошли к Иисусу и сказали это пустыня здесь нет ничего не поесть, не попить и уже ночь, уже достаточно поздно отпусти людей чтобы они позаботились сами о себе представьте если Бог бы сказал нам такое идите и заботитесь о своих проблемах в таком месте, которое было достаточно проблемное где трудно было находиться как бы мы себя чувствовали, что бы с нами стало как бы мы могли продолжать следовать невозможно быть христианином без Бога невозможно чтобы твои собственные силы привели тебя на небо в каждый момент ты нуждаешься в Божьей помощи и поддержке и наши мысли человеческие они говорят, отпусти их, пусть они идут сами Наша логика и наше плотское умение, старание оно недостаточно для славы Божьей смотрите Бог нас создал как людей и как мужчин и женщин совершенными так или нет? мы совершенные или нет? по плоти мы совершенные по плоти мы совершенные по плоти мы совершенные а, мы совершенные или это вопрос? я думаю что да для этого мира на этой земле бог нас создал совершенно у нас есть две руки когда у нас одна мы чувствуем себя не несовершенно для того чтобы находиться и жить на этой земле мы совершенно нам ничего больше не нужно не думаете ли вы что бог ошибся дав нам совершенно только один язык бог нас создал совершенными для того чтобы жить на этой земле и он не ошибся это совершенство это недостаточно для того чтобы жить в царстве божьем и мы нуждаемся в трансформации мы нуждаемся в прикосновении божьем для того чтобы это совершенство земное она бы стала совершенством небесно и это возможно только здесь на земле по плоте только лишь через веру по вере мы можем посмотреть вокруг и увидите дела великие дела человеческие понимаем ли мы рационально прощение божие понимаем ли мы любовь понимаем ли мы справедливость справедливость и суд божий понимаем ли мы рационально можем ли мы это понять нет разум человеческий не достигает этого понимания подробности спустя столько лет во христе а вы могли ли вы видите всю любовь божию могли ли вы увидите вы видели всю любовь божию или есть еще вещи когда бог нас удивляет его прощение каждые нести держались по местам мальчика даже спустя столько лет которые когда прощение божье она просто меня удивляет и любовь божья на меня просто вот я удивляюсь потому что это не прикреплено как бы не держится за мою плоть это относится к духу божьему когда ты чувствуешь сострадание когда исцеляет исцеление больных когда он утирает слезу и восстанавливает семьи но мысль человеческая по-человечески они сказали отпусти их иисус сказал шестнадцатом стихе но иисус сказал не нужно им идти дайте вы дайте им есть я сегодня вот стоя на месте хочу сделать вам вызов не не посылайте людей потому что ты питался слову божьего ты кушал из его руки ты был восстановлен его любовь тебя он вытащил из этой безнадежной ситуации ты видишь ты живешь жизнь и с надеждой на вечность вы дайте им есть и они ответили они же говорят ему у нас здесь только пять хлебов и две рыбы это правда это то что у нас есть мы имеем то что мы видим своих руках и почти что всегда мы смотрим на свой карман мы думаем что у нас есть то что мы можем потрогать мы можем решить все наши проблемы но мы замечаем что это невозможно для нас это невозможно для этих двух рук это невозможно и для этих двух ног это невозможно два уха и два глаза это не могут сделать хотя на земле мы являемся совершенными по нашей плоти и я не говорю сейчас о нашем духе я говорю просто о рациональном мышлении это невозможно но ученики они хотели они хотели это сделать они сказали пять хлебов и две рыбы подумай внутри себя подумай что ты можешь показать сколько у тебя гривов сколько у тебя рыб какой твой ответ что мы не отвечайте подумайте в вашем сердце но для того чтобы ответить потому что единственный ответ только для того чтобы понимать что происходит нашей ситуации и так у нас пять любовь и 2 рыбы иисус отвечает то что у тебя есть вот это то что ты думаешь то что у тебя есть вот это рациональный ответ я хочу использовать я хочу использовать тебя таким какой то есть потому что бог ищет каких-то способных людей бог ищет людей сердцем которые для для того то что это единственно то что важно для тебя это не то что у тебя есть но то кто ты вывести то есть то есть мандора вентябре и велел народу возлечь на траву Другая же история, эта же история в другом Евангелии, он говорит, что не только пригласил их сесть на траву, но говорит, что он по 50 человек разместил. Когда мы действуем без веры, это как в ситуации с учениками, первое, что делает Бог, он приносит мир и порядок. Эта трава подразумевает себе мир и отдых. И то, что люди разместились по 50 человек, это как подразумевает Божий порядок. Потому что в этой пустыне и в нашей пустыне мы только и делаем, что мы бегаем туда-сюда и не знаем, что это сделать. И первое, что делает Бог через свой Святой Дух, он приносит мир и порядок. Какие слова говорил Иисус, когда Он говорил о Святом Духе? Какое слово? Я приду, чтобы послать вам кого? Первая работа, первая функция Святого Духа, когда Он приходит в нас жить. Если мы не отдыхаем, не успокаиваемся в Святом Духе, это вера, она не может работать в нашей жизни. Вы понимаете? Смотрим я здесь всегда. Мы садимся на эту траву по 50 человек. И говорится, что Иисус взял пять хлебов, две рыбы, берет наши вот эти неспособности, наши вот эти оправдания, наши вот эти рациональные оправдания, и говорится, что Он делает что-то, то, что никогда никто до этого не делал. Говорится, что Он поднимает взгляд куда? На небо. Всегда наш взгляд должен быть к небесам. Всегда нет веры, когда нет взгляда на небо. Не происходят сверхъестественные вещи без взгляда, без обращения взора на небо. Не бывает вот этого перехода из невозможного в возможное без этого взгляда наверху. Вы acordаете, когда израильский народ грешил в пустыне? Это еще один пример. 40 лет. Почему они столько там ходили? Какой был ответ после 40 лет нахождения? Вы помните это? Это просто их рациональное мышление без веры. Это было обязательным, чтобы целое поколение ушло, умерло. Для того, чтобы родилось новое поколение. С искренней верой. Достойно принять вот эту обетованную землю. И в этой же пустыне. И говорится, что Божий народ грешил против Бога. И говорится, что Бог послал этих змей, которые кусали людей. И когда Моисей попросил, вызвал к Богу, Бог ему сказал, сделай бронзовую змею и поднимай ее. Чем это закончилось? Какие были условия этого? Что произошло? Люди могли бы исцелиться при условии, если они смотрели на этого змея медного. Те, кто не смотрел на змея, они умирали в своем грехе. Так? Так или нет? Говорится это в истории меня? Это все написано в Библии. И говорится, что это было такое... Это представляло... То, что написано в Боевании, 3 глава. Что таким же образом Сын Божий что он будет в темноте, в огробе. Для того, чтобы потом он был поднят. И все, кто на него обратил взор к нему будут спасены. Это то, что произошло на Кресте, на Голгофе. И это то, что происходит в каждом чуде. Всегда есть этот взгляд на небо, и говорится, что подняв глаза к небу, он дал, поблагодарил Бога, преломил хлеб и дал ученикам. Эти самые люди которые говорили, у нас только пять хлебов и две рыбы. Это мы. Это наше оправдание. В нашей неспособности. В нашей рациональном мышлении. Бог делает чудеса и доверяет нам. И где в этом какая-то логика? Нет. Потому что Бог не работает логически. Бог двигается по благодати через любовь и через святость. И говорится, что ученики в тот момент, когда они это получили, они начали это раздавать людям. Вам что-то это напоминает? Не было ли так в наших собственных жизнях? Очень возможно, что многие из нас мы являемся плодом кого-то другого. Может быть, тогда, когда мы что-то получаем, мы тоже начинаем это раздавать другим. И мы имеем этот плод в других людях. Это и есть план Божий. Он не хотел все сам сделать. Он доверял нам. И сегодня он тоже нам доверяет. Говорится, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Говорится, что Он не меняется. И если тогда Он это сделал, почему Он это сделать не может сегодня? Где, в чем разница? Что меняется? И только то, что меняется единственное, это наше сердце. Наше ободрение, вдохновение должно быть должно быть в том, что мы смотрим на небеса. И говорится, что все наелись, все были насытились. И, как говорится в Иоанне, 10-10. Что я пришел дать жизнь и дать жизнь с избытком. Таким же образом, говорится, что потом набрали целой корзины хлеба. И не только то, что они наелись и насытились, но что у них еще и осталось. Из невозможного слава Божья. И это уже не то, что просто невозможно, это уже просто слава Божья. Это больше. Да? Иисус Говорится, что он потом отправил своих учеников. Иисус Он их отправил на лодку и отправил. И с 13 по 21 с 13 нам показывается обучение веры в реальной жизни как рационально меняется как как взгляд как видение меняется на веру и мы видим здесь уже готовое какое-то уже готовое дело мы видим начало когда у людей есть нужда есть продолжение развития и славный финал и говорится что дальше говорится что иисус опускает своих учеников потому что он в 22 говорится и тогда помогал иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону пока он отпустит народ пока он отпустит народ это работа только бога не осмеливайся сделать не вздумай самому получить эту славу которую предлежит богу вы понимаете чем ты присутствуешь в чуде возможно были люди из этих пяти тысяч не считаю женщин они видели что тот кто разломил хлеб это был иисус и кто не видел и если кто это видел это были ученики которые давали людям еду ты и я эти люди которые присутствовали в этом чуде мы никогда не не можем и не должны забрать эту славу себе это один совет от меня это будет начало нашего конца гордость она войдет в наше сердце это только божья работа в откровениях есть стих который говорит только ты достоин открыть эту снять эту печать и говорится о божьем агнце и здесь история не заканчивается 20 минут еще и все я вас оставлю и говорится что оставив людей отпустив людей говорится что он пошел отдельно помолиться и вот есть одна мысль мою если вы ее сами разделите но только меня осуждать иисус принял эту славу почему она была его но говорится что когда он поднялся на нее на гору точно так же как в 17 главе иоанна и он отдал ее отцу видите какой большой пример мы видим в нашем учителя то что я вижу то что он молился на этой горе возможно он говорил отец спасибо за это чудо спасибо отец за то что они получили это учение спасибо что они могли научиться и я вижу в этом в этом стихе я вижу 17 главы иоанна и говорится что лодка была посередине моря уже все готово довольны и ученики мы тоже довольны с победой мы победили с этой же победой с этим вдохновением мы пересекаем море и мы в этой лодке в этой лодке плывем и начинается новый этап в нашей жизни только что мы присутствовали при таком огромном чуде дали 5000 насытиться потрясающие учения от Иисуса получили то что никогда не покинет наши сердца и теперь мы опять на пути мы сидели какое-то время на одном месте и теперь бог нас посылает опять в путь но есть один ветер какой-то который что всегда в нашем пути будут противные ветра всегда будут трудности всегда будет пустыни всегда будет время без Божьего Слова без учения без откровений без веры это жизнь христиан христианина проявить Божью Славу в том что кем мы являемся это жизнь христианина вы помните кто говорил да верю но помоги мне в моем не вере вы помните тех которые говорили увеличена с верой вы помните те которые убежали в пещеру и хотели услышать голос Божий и когда сначала показалось что в таком гигантском ветре вы помните вы помните это тоже части нашей жизни нашего пути будут эти противные ветра но в четвертую же стражу ночью пошел к ним Иисус идёт по морю противный ветер они идут с миссии Иисус их послал туда он сказал идите вперёд меня вы помните какое учение мы находим в Иване я вас посылаю вперёд меня вы пойдете туда куда я должен идти но не можете с собой брать ни сумку ни посох это было другое учение о вере но если сейчас мы задумаемся всегда вера в нашей жизни питается через Божий закон и говорится что он подошел к ним по морю дайте представим нас ситуацию это не очень сложно мы принимали участие в каком-то чуде просто вообще безусловном чуде потому что разница в этих двух историях всего пять-шесть часов там была разница это всё это быстро произошло это не то что там какие-то годы прошли это не месяцы даже только несколько часов прошло и мы видим Иисуса который идёт по воде и опять наша вера падает вниз опять выходит на сцену наша рациональность наша логика но фабрика веры она продолжает работать она продолжает 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 еще нет этого продукта до конца она продолжает работать Иисус об этом заботится и учите увидев его идущего по морю встревожились и говорили это призрак и от страха скричали когда приходит эта трудность и наша вера вместо веры страх занимает это место страх приходит на место веры вы помните тех которые говорили вы помните что когда говорилось о доме который убран и вылетен если он не наполнен Божьим присутствием для чего открыты двери тогда не только для одного злого духа но и один приведет еще семь это то что происходит когда дом пустой и кто-то должен его занять если нету присутствия Божьего тогда присутствует враг и когда мы говорим о нашем враге мы можем тоже назвать его страхом мы можем назвать это каким-то комфортом мы можем подумать что у нас еще много времени мы можем сказать что он может быть мы не достойны быть детьми Божьими может быть мы думаем что мы не достойны быть использованы мы можем думать что Бог ошибся мы думаем что возможно мы можем думать что Бог ошибся когда послал нас на этой лодке и теперь такой шторм мы сейчас утонем поэтому очень важно чтобы дом был полон Божьим присутствием но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал ободритесь это я не бойтесь Петр сказал ему ответ Господи если это ты повели мне прийти к тебе по воде здесь у нас три ситуации противный ветер как результат как результат как результат как результат наш сердце оно такое трудно рождается желание вернуться в дом отца это крик который выражает нашу нужду потому что если я пойду по воде я всех врагов могу победить если это ты я буду продолжать свой путь я нуждаюсь чтобы это был ты иисусом отвечает иди какое вы помните какое время одно из имен бога я есть если это ты иисус отвечает ему это я иди иди петр пошел по воде чтобы подойти к иисусу и здесь самый последний процесс производства и мы нуждаемся всегда еще в одном подтверждении чтобы чтобы бог нас держал за мы видим весь этот все что все трудности которые вокруг нас видим опять этот ветер видим огромные эти волны увидим врага который пытается нас повалить и и мы уже сами не живы и здесь пять хлебов для рыбы и видя толпу которая насытилась мы видим лодку которая посреди шторма иисус который идет по воде если это ты позволь мне идти и ты начинаешь идти и ты еще раз тонешь это условия человека это природа человеческая всегда у него всегда утонет поэтому мы говорили что невозможно быть христианином без бога и в один из моментов мы не можем опустить его руку потому что мы будем мы утонуть и благодаря его благодати он нам позволяет воскричать еще раз Господь спаси меня иисус тотчас простер руку поддержал его и говорит ему маловерный зачем ты усомнился это реальность нашей жизни и я не хочу никого этим разозлить просто в каждый момент мы должны это иметь в виду что мы нуждаемся в Боге мы не самодостаточные для того чтобы идти самим мы не такие сильные для того чтобы встретить все эти проблемы мы не такие богаты чтобы обогатить всех мы нуждаемся в Боге и говорится что когда они зашли в лодку ветер успокоился утих и еще раз мы видим как Бог через свой Святой Дух делает свою работу в нас и успокаивает все но было все объяснение и тогда те кто находился в лодке пришли и поклонились ему и сказали истинно ты сын Божий всегда когда ты проходишь пустыню ты получаешь большее понимание откровения Бога вы помните Иова раньше что с ним было я слышал тебя он говорил что я знал тебя только я слышал о тебя но пройдя все вот эти все эти перипетии я могу сказать что я знаю тебя по-настоящему по-настоящему ты сын Божий ты не убегаешь прими работу Святого Духа в твоей жизни для того чтобы иметь полное познание Христа потому что в этом есть большой смысл и в 34 говорится что и приправившись припыли к землю Генесаретского жители того места узнав его послали во всего крестность и принесли к нему всех больных и просили его чтобы только прикоснуться к краю одежде его и которые прикасались и исцелились и заканчивается вот это чудо с пятью тысячами насытившихся проходит эта пустыня как результат это была подготовка для того чтобы начать новое творение спасибо что вы меня слушали спасибо 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 и спасибо спасибо